Царю небесную, утешителю души истины, И живи с дельцей, и вся исполняя И сокровища благи, и жизни подателю Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверны, И спаси блаже души наши. Я рад приветствовать всех здесь. Это мой первый урок, посвященный церковно-славянскому языку. Не только церковно-славянскому, вообще просто первый урок. Поэтому, если что, вы не объясните. Попробуем сделать пробную такую версию. Такой дебют. И мы сделаем просто небольшую лекцию, Насколько это мне позволит. Моё знание предмета. Такую вступительную лекцию о языке вообще. Ну и немножко я расскажу про паронимы. Вот вы видели объявление о том, что будет лекция, да, Паронимы церковно-славянского языка. Но это, может быть, вам показалось, что слишком что-то сложное, может быть, что-то академическое, то есть уровня таких высших духовных учебных заведений. На самом деле это слово не страшное, паронимы. Пускай его немногие знают, ну это как бы специальный такой термин, но он также наравне существует, как и амонимы, синонимы, антонимы. Есть такое явление, как паронимы. То есть они есть не только в церковно-славянском языке, они есть в любом языке. Я сейчас попытаюсь вам объяснить, что они из себя представляют. Это, знаете, есть в английском языке ложные друзья переводчика, то есть слова, которые ложные друзья переводчика. Нам кажется, что это вот так переводится слово. На самом деле оно переводится совершенно иначе. То есть именно нам кажется, что его корень обозначает вот это. Такое обычно бывает, когда мы слышим, допустим, или читаем белорусские тексты, речь какую-нибудь, украинскую речь. То есть там слова очень близкие по корням нашим, потому что, в принципе, это все славянские языки. Но часто они могут совершенно другое означать. Этимология, то есть корень у них происхождения, может быть действительно тот же. То есть их родственник, да, этих слов. Один и тот же. Но смысл у них в наше время стал уже иным. То есть спустя многие века, пройдя какие-то пертурбации, изменения, эти слова поменяли совершенно смысл. Допустим, чтобы не быть голостомым, какие бывают слова. Есть, по-моему, в польском или в чешском языке слово «позор». Также есть и в церковнославянском языке слово «позор». В Чехии это на дорогах можно увидеть. Когда едешь на машине, и там, значит, знак написано «позор». Это не значит, что это «позор» или поношение какое-то, да? А именно «внимание». То есть корень «зор» – смотреть. То есть будьте бдительны, внимание, здесь опасный участок дороги. И таких слов очень много. Эти слова, паронимы, отличаются от аммонимов. То есть есть слова, сходные по звучанию, то есть и по написанию одинаковые, но имеющие разный смысл. Например, лук. Есть лук, из которого стреляют, есть лук, который едим. Но корни у них совершенно разные. Это именно аммонимы, не паронимы. Сейчас я вам расскажу, почему я вообще решил первое занятие поисветить именно им. Потому что я люблю паронимы. Я книжку эту читал, даже записывал ее на аудио. То есть решил сделать аудиоверсию, хотя, конечно, словари не подходят для такого жанра. Но все равно это очень интересно. Даже те, кто поленится, допустим, читать, может быть, где-нибудь в машине включат и будут слушать. То есть не нужно здесь знания церковнославянского языка, не нужно знания написания церковнославянского, то есть букв. Я знаю, что многие из вас еще, может быть, не умеют читать по-церковнославянски, но в следующих занятиях, какие у нас будут, у нас идут по очереди все священники, и следующее мое занятие, конечно, будет уже посвящено алфавиту и титлам, то есть сокращением в церковнославянском языке. Мы часто видим в молитвословах слова, допустим, «милость», «господь», они настолько часто повторяются, что их решили сузить для экономии бумаги. Но тут еще есть другой смысл, цель сократить слова, вот как в еврейском языке, «бог» не писалось, именно «пох», три буквы, писалось «бг». Это было почитание слова, самого слова почитания, что они боялись написать имя Бога или там Еговы полностью. Они только писали согласными буквами вот это слово. То есть настолько было священо слово. И может быть так же в церковнославянском языке, не только ради экономии бумаги. Многие слова, там «молитва», «милость», «святой», «святый», они все с такими загоголинками сверху. Это для того, чтобы, во-первых, эффекта экономии и ради чести, ради освещения этого слова. То есть оно, как бы сказать, недостойно или слишком достойно, чтобы его писали полностью. Его нужно обязательно так вот сократить. Есть еще вязь такая, церковнославянская вязь, которую очень трудно разобрать. Допустим, у нас в храме, в соборе есть такой кантик, который идет вдоль всей стены. И там церковнославянскими буквами, вязью такой, да, вот, очень трудно разборчивой, написано несколько предложений. Я не помню сейчас наизусть, там что-то связано было. Церковь, Рождество, Престой Богородицы построена тогда-то, или там Свято-Пафнутиево монастыря, что-то такое там написано. И почему так вот делали красиво? Во-первых, да, это хорошо смотрится. Есть подобные вещи и в индийских храмах, у них тоже, у них своя, конечно, азбука, но они тоже прибегают к этому вот стеснению, то есть такому вот сжатию слов и предложений. Может быть, здесь тоже, опять же, два смысла. Сделать как бы таинственно, священно, да, что это непонятно с первого раза, это нужно вглядываться, разгадывать, то есть какая-то здесь тайна, загадка есть, да, ради святости этих слов. Ну и, конечно, для экономии пространства. Так. А сегодня мы поговорим именно вот об этих словах, потому что, мне кажется, они могут заинтересовать человека, прикасающегося к изучению, да, делающие первые шаги, да, на пути к освоению языка, могут заинтересовать, и вот через это любопытство возгорится желание изучать язык как можно более подробнее, детальнее. Вы замечали, что церковнославянский язык как будто написан неграмотно. Есть некоторые слова, которые, ну, кажется, что первоклассник знает, что вот так писать нельзя. Там в жиши буквы и, ну, по-моему, в церковнославянской такого нету, но есть разные моменты, где о или а, нам кажется, что о, это неграмотно, что это наши предки, кто писали церковнославянский, значит, бокс в лошадной книге или там молитвословие, что они не знали, как правильно склонять, или там как правильно, орфографию не знали, там, пунктуация. То есть тот, кто знает, да, правила более-менее русского языка, они встречают молитвословие, неважно, это русскими буквами уже транслитерация, или это вы читаете по-церковнославянски, вот именно старый, старый шрифт. Вам кажется, что это написано неграмотно? На самом деле ничего подобного. Церковнославянский язык очень строг в своей грамматике, она просто отличается от современной грамматики, которая сформировалась уже за последние два века, может, всего лишь. А в 20 веке вообще серьезные были изменения и, как бы сказать, реформы. То же касается и вот этих ятий, то есть переделка с дуалюционного шрифта на новый шрифт, появление буквы ЙО, которой не было раньше, до советского времени. То есть её не было в церковнославянском языке. Почему мы запрещаем, да, читать с буквы ЙО, когда нам кажется, что слово с ЙО нет? Оно всегда было с Е, изначально, то есть славянское или церковнославянское. Оно всегда было с Е. И язык, поскольку он как бы сделан искусственно, почему искусственно? Потому что были братья Кирилл и Мефодий, которые и принесли в славянский язык, наш старый русский язык, принесли грамматику греческую. Почему у нас и существуют такие различия, да? Потому что это калька с древнегреческого языка. Многие слова буквально переводятся на древнегреческий или новый греческий язык, если такие слова сохранились, они переводятся просто один в один. Если вы возьмёте какую-нибудь книгу церковнославянскую, допустим, а кто их там, триодь или те же самые молитвы, да? Или пасхальные часы, что угодно. Всё, что есть на церковнославянском языке, оно уже есть и в греческом. За исключением тропари, русским святым или каким-то акафистам. У нас в России очень любят акафисты. Греки, у них очень мало их. То есть несколько там посвященных богородиц. Акафисты в основном русские большинство. И их нет на греческом. А вот вся церковнославянская литература, касающаяся богослужения, литургии, вечернего богослужения, всё есть полностью переведено. То есть не переведено, а в оригинале есть на древнегреческом. Вплоть до порядка слов. Настолько идентичен в этом смысле, в синтаксисе и в смысловом значении лексики. То есть если переводить, всё идентично. Вплоть до артиклей даже. Вот это «еси», «есмь», «аз есмь». Мы не говорим на русском языке «аз есмь». То есть у нас нет вот этого «есмь». А это именно глагол «связка». То есть «есть». Он есть тот-то. Это также в английском. «He is тот-то». И вот это «еси», оно тоже прыгает в предложение, изменяя свое положение в зависимости от того, какая там предаточное предложение или с какими-то депричастными оборотами или прошедшее время. Вот это «еси» тоже прыгает, потому что есть глагол прошедшего времени, который неразрывно связан с этой частицей «еси». То есть все пришло из греческого языка. И этот словарь, который я держу перед собой, тоже предлагает всегда перевод на греческий язык любого слова. Допустим, здесь «здание». Начнем вот. Я просто от балды так сказал сейчас. «Здание». И дается здесь его греческий перевод, оригинал, смысловой причем оригинал, не просто перевод. «Плазма» или «плазма». Читается «плазма». «Здание» переводится как «плазма». А на наш современный язык переводится как «создание», «творение» или «изделие». Мы думаем, что это «здание» какое-то, вот там стоит «здание». Нет, это не «здание». То есть переводится как «создание», «творение» или «изделие». То есть оно, если вдуматься, да, симологически очень похоже. То есть «здание» – это тоже создание, творение, да, рук человеческих. «Изделие» – это что-то маленькое. «Изделие» не может быть «зданием» тоже. Поэтому церковнославянское слово «здание» имеет смысл творения. И вот здесь сразу же идёт пример. «Еда речет здание, создавшему Е». «Еда» – значит «разве». «Скажет, разве создание создателю своему?» «Под что мне сотворилось и тако?» «Что же ты меня сделал таким образом?» «Еда речет здание, создавшему Е». «Почтомя сотворил Еси тако». Опять вот это «Еси», да, «Почтомя сотворил Еси». «Сотворил Еси» – это прошедшее время. Обязательно с Еси появляется. Вот. То есть не «здание» я сказала, да, Богу. «Почему ты меня так сотворил?» Да, а именно «творение». Вот. Дальше идёт слово «зима». Ну, мы думаем, что это холодное время года. Нет, зима – это холод. А второе значение – буря или непогода. «В стоях уже раби и слуги огнецотворше, якозима бе и грехуся. И стояли рабы и слуги, разложив костёр, потому что стужа была, и грелись». Понимаете, да, тут тонкие, тонкое различие. Было холодно. То есть не зима стояла, а было в этот момент, а может быть, даже лето было. Ну, может быть, это был вечер, да, там, знаете, в Израиле, там, если это было там, да, на Святой Земле или где-то. Там бывает вечером очень холодно, особенно в пустынных местах, где-нибудь в Палестине, там, вот в таких местах. Днём очень жарко, а ближе к вечеру, уже ночью, очень холодно. Так же и вот в Египте, допустим, в египетский монастырь есть, Святой Екатерины, там вот так вот тоже. Днём ужасно жарко, а вечером ужасно, ну, не ужасно, но холодно, так что надо уже кофту там надевать. Люди вот рассказывают. То есть там горная местность, там одновременно и пустыня, горы и пустыня. И потому что там постоянно гуляет ветер, зимня успевает остыть к вечеру, и ночью там холодно. Сейчас возьмём какое-нибудь слово, которое не существует в современном языке, но вводит в заблуждение, когда мы его читаем по-церковнославянски и пытаемся перевести без словаря. Есть же словари, да, церковнославянского языка. Вот мой любимый словарь, мне кажется, он один и единственный такой популярный, это вот такой толстенный, большой, причём у него есть ещё приложение, то есть там дополнительный ещё словарь. Там больше употребляются слова славянские и древнерусские. А в первой половине, где большая часть, там, в основном, церковнославянские слова. И тот, кто интересуется языком, я рекомендую именно его использовать. Вот есть слово такое «шипок», кто знает, что он означает? Часто его прочитывают шипок на службе. Вот кто читает, да, не знает ещё, читают шипок. А это шипок. Не знает. Нет, от слова «шипок». Шипок. Нет, не от слова «шипок». Да, от слова «шипок». Ну, да, у него корень «шипок». Ну, шипок. Да, 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 да. А переводится «гранатовое яблоко». Во втором значении «роза». А ещё, я вам скажу, это этот самый шиповник. Ну, шиповник – это же семейство тоже «роза». То есть оно немножко другое растение, но тоже от «роза». Именно «роза», да. А греческий оригинал «родон», то есть красный, да, на наш перевели как «шипок», потому что связан с, видимо, с шипами. Ну, почему? Может быть, слово «родон» не всегда значит «красный». Не всегда значит «к розу». Не, 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 не. Это греческое слово «родон», «родон», читай. Это переводится как «красный». Ну, это сходно только вот с цветом розы. Тоже тут, если этимологию разбирать, тут можно запутаться. Но факт тот, что это «гранатовое яблоко» в первом значении. Шипки и феникс, и яблонь, и вся древа польская исхоша. Гранаты и финики, и яблонь, и все дикие деревья засохли. Ну, кстати, тут есть «польская». То есть мы подумаем, что это «польский». Иногда путают ударения, говорят «польский». На самом деле «польские» или «польская» – это «дикие». Ну, и те, которые в поле, в диком поле, да. А с «польшей» тут совершенно это не связано. А вот интересное слово «шататися» или «шатаюся». И вот, значит, сразу пример из псалтирии. «Вскую шаташаси языцы». Языцы, вы знаете, это язычники, да, или там народы. А, народы переводятся. Неправильно, не язычники, а народы. «Вскую зачем превозносились народы?» То есть «шататися» переводится как «заноситься, гордиться». Ну, еда, я уже сказал, да, это не пища, а переводится как «разве». Да, много слов еще сокращенных сейчас, да, у нас получается. Допустим, слово элементарное, да, «спасибо», оно же в себе кроет «спаси», «бог», да, как мы говорим. Получается, оно сокращено. И вот много жидающих этих слов, которые мы сократили. А сейчас вообще пишут «цепеп», это значит, ну, вот как, в интернете. А какие вот еще слова такие вот, приняли вот такое сокращенное, так сказать. Сейчас-то? Ну, да, вот с древности, скажем. Ну, сейчас-то вот так прям сразу не скажу. То есть они, да, существуют. А какие? Сейчас просто не приходят на ум, потому что я занят совершенно... Мозг у меня другим. Вот здесь слово, я помню, такое, «хитрый». Да. Хитрость, хитрый, хитр. Хитрец. Значит, «хитрец» переводится как «создатель», «творец». Еще есть «все хитрец». Сейчас посмотрим, как переводится. То есть если мы вот да встретили слово «хитрец» или «все хитрец», надо быть аккуратным с пониманием этого слова. «Все хитрец» — это умеющий все, премудрый. И в «се хитрецу» слово «плоть взаимодавшая». И премудрому творцу в свой черед давшее плоть. Творцу слову. В «се хитрецу» слову. Хитрость — это мудрость, разум. То есть у нас уже это перешло в такое как бы извращенное понятие «хитрость». То есть он что-то там хитрит, или она там хитрая, как лиса. А это мудрость, разум. Значит, какие тут примеры есть. А еще художество. То есть второе значение — это художество, мастерство. Близкое к тому значению. Мудрость или разум. Или к создателю, больше к создателю. Художество и мастерство. Вот это самое такое, может быть, ошеломляющее такое значение. То есть думаешь, что одно, а на самом деле совершенно другое. «И всяк хитрец, всякие хитрости не обрящатся к тому в тебе. И никакого умельца ни в каком ремесле больше не сыщется в тебе. Не хитростью человеческую, но божественную благодатью очищаете недуги человеков. Нечеловеческим умением, но божественной благодатью вы исцеляете людские недуги». Нечеловеческим умением, не хитростью человеческую. «Хитрый хитр» — это умелый, годный на многое. Тоже, опять же, связанное с мудростью. Хотя греческий перевод уже другой, от другого слова. Но, видимо, когда переводили, то решили тоже дать такое значение. То есть это умелый, годный на многое. «Ащи восхочеши чада, наказан будеши. И ащи вдася душу твою, хитр будеши. И если пожелаешь дитя, будеш научен. И если предашься душой твоей, ко всему пригоден будеш. Наказан будешь, это будешь научен. Видите, слово такое, как пароним. Наказан — это значит, будешь научен. Сейчас мы, кстати, посмотрим, какие бывают значения слова. Наказывать. Почему мы, кстати, и говорим наказывать, да? Почему пришло в такое уже значение? Потому что когда родитель наказывает свое дитя, он его чему-то учит. Он его не карает. То есть это наказывать не в смысле карать, а именно наказ, то есть научение, указ, указывать, как правильно надо делать. Наказание — это вразумление, назидание. Во втором значении — наказ. Укрепившись, мученица, мудрая Павла, наказание твоими. И мудрая мученица Павла, в женском роде, укрепившись твоими наказами. Но это так на слух, может быть, не воспринимается. Это надо читать. Тем более, что это отрывок из Коринфина. Наказатель — вразумитель. Наказать и накажу обучить вразумить. Вот слово, которого у нас нет в языке современном. Лихва. Знаете, что такое лихва? Да. Но, по-моему, в русском нет такого. Нет, тут именно лихва. Не лихость, нет слова лихость. С лихвою. Да, с лихвою. Да, да, есть. Это уже такой устаревший. Архаизм какой-то. А переводится как прибыль, процент. Ну, да, тоже значение, да, какого-то избытка. И процент — это то, что приходит сверху еще дополнительно. И пришед, аз взял бы свое с лихвою. Не с лихвою, а ударение на с лихвою. И придя, я забрал бы свое с прибылью. Это говорит Господь. С процентом. Мы могли бы перевести, да, с прибылью. Кстати, есть новые переводы, построенные по вот такому принципу. Переводы Евангелия, вообще целой Библии или частей Библии. Но они считаются не каноническими. Есть у нас уже известный русский синодальный перевод Евангелия, который мы признаем, и мы читаем его. Но есть также всякие там радостные вести. Еще какие-то там вести. То есть весть. Весть, не весть. То есть, да, Евангелие, оно же переводится как радостная весть. И вот некоторые умники, да, решили сделать такую версию Евангелия, которая называется радостная весть. Ну, не совсем уже применимо, не совсем уже уместно, да, такое название давать священному тексту, который всю жизнь был Евангелием. И вот вдруг через две тысячи лет решили издать книгу «Радостная весть». Уже радостная весть не катит как-то, знаете. И во всем этом русле, то есть перевод всего Евангелия. Сам текст весь переначал. Настолько переначал, что иногда не поймешь вообще, о чем это идет речь. Да, ну, получается, что в некоторых местах они даже ввели заблуждение. Я сейчас не могу, у меня нету этого текста. Но вот эти новые переводы, которые пока не признаются церковью нашей, они очень такие, знаете, тоже фривольные такие, неточные. Потому что они решили там перевести, ну, все, чуть ли не до Богородицы. Ну, по-моему, Богородицы они оставили. Ну, даже вот, да, до Предтечи, там у них как-то Предтечи по-другому называется. Потому что Предтечи – это уже церковнославянское слово. Продромос переводится на греческий. Продромос, то есть перед дорогой, то есть он бежит впереди Иисуса. То есть Предтечи он пришел раньше и начал крестить людей. Он пришел до Христа, то есть до его дороги, как бы сказать, Продромос. И Предтечи, течь – это тек, это тоже бежать. Корень тек. Да, у нас, да, есть такое. Течь, да, это бежать, на самом деле. Вот и Предтечи, потому и называется, что он «предбежит», в кавычках. То есть он до Христа идет. Не бежит, а, наверное, идет. Да, да. А они, видимо, вот в этих новых Евангелиях, они как-то переначивают. Там не Предтечи, как-то так вообще странно. Чудно такое перевели. И поэтому церковь как-то боится все это принимать. Есть в синодальном переводе свои неточности, это мы знаем, да. И лучше читать в оригинале. Но мы не можем читать в оригинале, потому что мы не поймем тоже. Из-за вот этих вот вещей, ложных друзей переводчика. То есть мы думаем, это так, а это не так на самом деле. Конечно, удивительно открывается богатство человеку, когда он способен и имеет желание докапываться до истинного смысла. Не просто вот взять Евангелие и как простец какой-нибудь там, не особо ученый человек, так сказать, читает, но читает. Такое псалтири можно читать, там у батюшки от Саласи. Читают люди часто очень с грубейшими ошибками, когда я поднимаюсь сюда, слышу. А они читают, ну, как по-иностранному, они ничего не понимают. Есть толкование псалтири, есть переводы псалтири дословные, такие точные, не синодальные нашего перевода, а такие более художественные, или даже не столько художественные, сколько, ну, такие дотошные переводы с греческого языка. И их интересно читать, но прежде всего интересно читать с толкованием, поскольку в псалтири очень много исторических вещей упоминается. Там царь Давид, да, в этих песнях излагает не только покаянные какие-то вещи, не только молитвы там, но там также и истории. Допустим, на реках Вавилонским, там, с Седохом и Плакохом. Не каждый знает, да, что это такое. Это вот описывается в период в Ветском Завете, когда изолитяне были уведены в плен, в плен Вавилонский. И вот они там сидели и плакали. На реках Вавилонских. То есть там реки были такие, да. По весихам органы наши на древах. Что такое органы? Инструменты музыкальные. Не органы, да. По весихам, да. Кстати, есть песня такая. Бонни М поет. И тоже. On the rivers of Babylon. Вы наверняка слышали ее. Это перевод, это именно тот же самый псалом. Они его просто спели, как эстрадную песню. Точнее, был еще предшественник этой песни. То есть они уже сделали кавер. То есть они перепели песню старую, каких-то там 60-х, 70-х годов. По-моему, Бонни М-то это уже 80-е, да? Ну, в общем, неважно. Короче, текст библейский там у этой песни. Как ни странно. И поют они достаточно весело. То есть они там не плачут. Не грустная песня, хотя текст довольно-таки грустный. Мы поем же в Великий пост. То есть перед Великим постом за несколько недель, каждое воскресенье, то есть, точнее, всеночное бдение, мы поем длинную вот эту на реках Вайлонских, в ламского распива. И она, конечно, такая скорбная, как ей подобает быть. Так что лучше читать Псалтирь, да и вообще Евангелие с пояснениями. Вам откроют огромные сокровища и смысла, и истории, которые там имеются в подтексте. Многие разные детали, которые откроют свет на непонятные места. Ну, есть, допустим, в Евангелии сравнение Иисуса. Он говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому в Царство Небесное. Некоторые толкователи, по-моему, Лопухина, Лопухин, у него есть огромный труд, нескольких томов. Он там толкует. И, по-моему, как раз у него, или у Филакта Болгарского тоже, который толкует, сказано, что это имеет в виду не иголка и ее ушко, а имеется в виду ворота, которые были в Иерусалиме, которые просто назывались игольные уши, потому что они были очень узкие. Трудно было в них пройти. И почему верблюд? Потому что именно имелись в виду ворота. Верблюд в эти ворота, в эти игольные уши, под названием ворота, так назывались, а ему труднее пройти. То есть ему легче пройти, чем богатому на небеса, в рай. Видимо, настолько были узкие эти ворота, что верблюд не проходил. Ну, верблюд, он же, по-моему, с боками такой. Вот. Вот интересное слово сейчас попалось. Вражба. Переводится как волшебство. Возможно, это сокращенный вариант от ворожба. Ворожба. Сейчас посмотрю, есть ли такое. Нет, нет его ворожбы. Но вражба – это волшебство. Не есть бы вражбы во Иакове, ниже волхваване во Исраиле. Ибо нет колдовства в Иакове, то есть в сыновьях Иакова, и нет чародейства в Израиле. То есть волхвование от чародейства. Волхвы, которые пришли к спасу. Волшебники. Волцви. В церковном саимском. Не есть бы вражды во Иакове. То есть нету волшебства. Нету колдовства. А вот уже слово «вражий» – это принадлежащий врагу. «Ты избавишься, я же создал из себя от работы вражия, чтобы освободить тех, кого ты создал от рабства у врага». То есть работа вражия – это переводится как «рабство у дьявола». Работа вражия. Да, но все-таки мудрецы, не мудрецы. Было точно известно, что это были именно волшебники, которые занимались волшебством самым натуральным. Мы можем посмотреть даже, если тут перевод лохов. Мудрецы – это уже такой смягченный вариант, чтобы людей не искушать. Потому что люди посмотрят, что это волшебники, колдуны какие-то пришли к спасу. к спасителю и младенцу. Да, что им там вообще делать? Но даже такие, иногда угодные, да? Они же принесли Бог дары, они как царю поклонились, пришли с Востока. Никто не знает, как Господь будет судить. Наш суд, он очень узкий и ограниченный. Мы ничего не можем знать. Вот интересно. Брак. Переводится как свадебный пир. И вы подобны человекам, мчающим Господа своего, когда возвратится от брака. И вы подобны слугам, ожидающим своего хозяина, который возвратится со двадьбинного пира. Брак имеется в виду вот этот пир. Доброта. Очень такое интересное слово, часто встречающееся. Кстати, вот есть книга Добротолюбие. Знаете, как переводится она на самом деле? В греческом языке она называется филокалия. Добротолюбие книга такая. Калия – это красота. Калоус – это красивый. Фило – это любить. Любить – красоту. Поэтому Добротолюбие дословно переводится как красотолюбие. А почему? Потому что красота имеется в виду душевная. Не вот эта вся, а то, что действительно красиво, то, что благородно и в чём заложен образ Божий, в чём сияет образ Божий. Поэтому «Красотолюбие» – это книга, которая нам раскрывает тайны красоты души, если мы работаем над своей душой, если мы её очищаем. Она становится чистой и красивой. А доброта – это красота. «Беззаконие же повелеши открыть её, бяши бы покровено, якода насытится доброт ея. И беззаконники приказали снять с неё, значит, в скобочках, с Сусанны, покрывало, ибо она была покрыта, чтобы насладиться её красотой». То есть доброта – это красота. «Зрящих твоего лица доброту неизреченную». Это утренняя молитва. «Видящих лица твоего неизреченную красоту». То есть можете не сомневаться, это действительно такой перевод. Имеется в виду не доброта, неизреченная. «Зрящих твоего лица доброта неизреченная». То есть имеется в виду именно красота. Если мы будем это всегда помнить, будем правильно понимать молитвы, которые мы читаем. Жалко, что вот таких словарей очень мало. И вот издание 2005 года, а экземпляров 2000. 2000. Ну, это мало, конечно, на всю Россию. Я знаю, что он больше не появлялся, этот словарь. Составила его Ольга Александровна Седокова. Есть такой греко-латинский кабинет издательства. Почему так называется? Потому что была раньше греко-латинская Академия, которая сейчас стала Академией нашей в Духовной Москве. Раньше она называлась, по-моему, греко-латинская Академия. Она, по-моему, филолог. Она решила исследовать этот вопрос и составить такой словарь. Очень много разных вступительных статей. Целование. Кто знает, что такое целование? А? А вот лапзание это и есть по-нашему целование. А приветствие, да, целование это именно приветствие. Когда мы читаем, да, в посланиях, не помню, там, откуда это, в посланиях апостола Павла, там есть такое целую тебя то-то, то-то, целую тебя то-то, то-то. Он пишет вот это письмо и приветствует всех там поименно. Приветствую тебя, приветствую того-то, того-то. Вот, сейчас мы посмотрим. Вообще, почему так стало? Почему в нашем языке это понимается как поцелуй? Потому что был братский поцелуй, раньше очень распространенный, и, в общем-то, все так здоровались. То есть здороваться, было разнозначно сделать, ну, братский поцелуй. да? И стали называть поцелуи именно вот этим действием. Сейчас, примерно, стало здесь популярен самостоятельно. Угу. Угу. Ну, это можно. Можно, можно. Можно. По-четыринам. целомудрие. Сначала мы скажем, сначала разоберем слово целый. Цел, целый. Это здоровый, исцеленный. Исцеленный, вот здесь как раз этот корень цел, тоже есть. Целый, это именно, ну, как бы мы сейчас сказали, да, неразрушенный. Да, есть какая-то целостность, да, здоровый, цельный человек, да, здоровый, исцеленный. А целомудрие, это здравомыслие или благоразумие. Понимаете? Целомудрие, это здравомыслие. А, противоположность? А, противоположность? По-моему, порог. Противоположность, это порог. Есть целомудрие, а есть порочность. То есть чистая мудрость, а есть, нет, порочность, да? А, мудрою, это не, а философы, там, это. Философы, кстати, это любомудрие, любомудрие, но это не является чем-то, чем-то негативным. То есть, есть философия, конечно, так, греческая, там, эллинская, да, там уже такие вещи, расходящиеся с принципами, христианства. Как непознавший порог, не греха непознавший. Ну да, ну да, да. Это уже в нашем понимании, в нашем. А само, само значение, изначальное, целомудрие, да, церковно-савянского языка. Да, это, это целостность в голове, от которой уже идет целостность во всем теле, да, ты уже знаешь, что тебе вредно, что тебя разрушит, духовно. Кстати, слово целый, оно имеет кальку и в других языках. Хайлих, допустим, немецкое хайль, хайлих, это здоровый, но также и святой. Хайль, здоровый, хайлих, святой. Тоже цельный, целостный. Понимаете? И когда вот тоже, это тоже опять переплетение, вот когда хайль Гитлер говорят, это здрав Гитлер. Целый хайль. Как здоровый, да, и как целый. Или там свят, может быть, но не свят, конечно, хайлихи у нас не свят, а хайль, это все-таки здрав, здравый. Ну вот. Ну это все этимологии, может быть, кому-то это не слишком интересно, но кто все-таки друг, истинный друг точной науки, хотя этимология никогда не была точной наукой, но она всегда была на пути к тому, чтобы быть как можно более точной. Этимология очень интересная, кстати, вещь. А что это? Этимология это наука о корне, о корнях. Есть этимологические словари. В смысле? смысловое? Не смысловое. Смысловое это тлаковый словарь. А этимологический словарь, он именно разбирает корень. Допустим, слово карандаш. Нам кажется, что это русское слово, на самом деле, оно тюркское или какое-то там татарское, не знаю. Ну вот с этих языков. То есть кара это черный, даш это камень. карандаш это писало, то есть это черный камень такой, который пишет. Да-да-да. Ну он же похож, но да, почерк то графитовый такой. Вот. Это именно имеется в виду их далекое происхождение слов. этимос, корень. Происхождение. Ну да, суть этого слова, откуда оно вообще происходит и что оно, все эти его буквы означали когда-то. Очень много можно слов разбирать. Допустим, почему капуста родственник слова капитана. Вот, попытайтесь понять. они тоже начинаются на кап. А почему капуста и капитан? Потому что кап или кап это голова. Капитан это главный голова корабля, да? Или не корабля, там вообще капитан, звание, да? А это качан тоже, вот как круглая голова такая. вот. Что это? Как бы не потеряться людей. Да, можно потеряться. И есть ложные, есть ложные толкования, часто люди не могут найти концов. Концов. Вече можно все это теряется. Да, да, был такой даже очень увлекающийся человек, Шишков, в 19 веке, то есть он современник Пушкина. Он был против вообще всех иностранных слов, он хотел, чтобы русский был язык абсолютно чистым, чтобы все слова, которые мы привнесли в него, там, там, шоссе или, там, любые слова, да, французские, какие мы заимствовали, потому что очень много было тогда, в то время, французского языка, и волей-неволей они проникали в язык наш. А он боролся с этим, вот был такой ревнитель, и он хотел, чтобы все было только по-русски. Из-за этого он начал придумывать свои составные слова, которые, ну, так, немножко смешно звучали, вот, и в то же время он придумал такие объяснения исторические словам, которые не выдерживают никакой критики. То есть настоящие этимологи, впоследствии опровергали практически все его попытки добраться до корня. То, что он находил корень там, где его и не было. То есть он надумывал, сам надумывал. Делал это непрофессионально. То есть, допустим, человек, он думал, что это от слова словек, от слова. Человек это или как-то у него там чело век. Век как долгое время. То есть, ну, это уже совсем как-то по-детски даже. Мы понимаем, что так нельзя разбирать слово. чьего? 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 У него? Ну, он много читал, он что-то там разбирал, тоже читал словари какие-то. Но это все было так, дилетантски очень, яхо говоря. И часто он пытался намеренно сделать так, чтобы многие слова имели русский корень. хотя, конечно, у многих слов корень индоевропейский. Индийский, древнеиндийский. Если посмотреть, допустим, слово будильник, будить, будильник связано с корнем Будда. Будда и будильник на самом деле в их первоначальном, древнем значении сходны, потому что корень Буд, он индоевропейский и означает пробуждение или просветление. Да, поскольку Будда был каким-то просветленным или пробужденным, да, то есть это доказано точно. Вот. Но все равно этимология, она не до конца точно наука, так же, как есть история, любая история, это тоже не точно наука, это все такие вещи оспариваемые. Вот. Но если даже они оспариваемые, там в словаре написано предположительно вот такое значение. А если нету предположительно, то это точно такое значение. Потому что там идут, там просматриваются параллели через 10 языков. Они смотрят любые языки, они смотрят, как этот корень прослеживается в немецком, как этот корень прослеживается в голландском, как этот корень встречается там в индоевропейском, древнеиндийском. Все преследуется. И только потом они заключают, что да, действительно, есть корень, есть связь. Вот. Ну ладно, сейчас последнее слово еще скажу, и мы закончим. радовайтесь. Радуйся. 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 Мы знаем, что вот есть в начале Евангелия от Луки, А также в посланиях апостола Павла в начале всегда есть такое слово радовайтесь. И вот, значит, там, допустим, пример. Иаков, Богу и Господу Иисуса Христу раб, обиманадисеть коленома, и же в рассеянии. Радовайтесь. То есть, он повелевает им радовайтесь. То есть, он говорит, не чтобы они радовались в начале письма, он говорит, здравствуй. Это традиционно греческое приветствие. Здравствуйте. Или здравствуй. Здравствуйте. А вот второе значение, да, уже в этом самом значении радоваться. То есть, они в этом уже сходны. А друг женихов, стоя и послушай его, радостью радуется за глаз женихов. А друг жениха, стоящий, внимающий ему, радуется радостью голосу жениха. Надо понимать, что есть и значение здравствуй. То есть, приветствие. Когда мы читаем, да, послание апостолу такого-то, такого-то, радовайтесь. сейчас еще что-нибудь найду такое интересное. А вот, невкусный. Встречали такое слово? Невкусный. Это есть и в богослужебных книгах. Еще где-то. Значит, невкусивший, непричастный. Непорочен же, як невкусен скверны. И непорочен, поскольку невкусил скверны. Еще пример. Тление соблюл, если тело твое невкусно. сохранил тело свое непричастным тлением. Вот. И вот это и есть паронимы. То есть, вот такие слова, которые вводят сначала в заблуждение, когда мы пытаемся их перевести или понять, не переводить, даже просто понять. Также часто мы не понимаем молитвы, которые читаем утренне-вечерне. Бывают странные сочетания, да. Но если не лень, загляните обязательно в словарь. Сложные какие-то непонятные, недоуменные слова. Нужно их обязательно проверить и уже потом можно даже карандашик там подписать, чтобы больше потом не смущаться и знать, о чем мы вообще молимся Богу. А не просто шевелить губами. Ну ладно. Все. Спасибо, Господи. вопрос можно? Да. Я по своей личности здесь был. Мне говорили, что хроническая декорамность, но у меня вообще для обоих мнений. Я постоянно неправильного зрения делаю, в том числе и в молитвах. У меня такой возникает вопрос. Если я славами грешу, неправильное зрение ставлю Господь, не принимает этот грех? Не принимает. Не принимает. Если я неправильное ударение в греховном слове сделаю Господь непочтет. Есть, есть такое есть, значит, у людей представление о том, что в храме произносимые неправильные слова это грех. Если мы искажаем слова, когда читаем на клиросе, читаем апостола или вообще священник читает молитвы и Евангелие и вдруг он там делает ошибки. Это же не из-за нашего хотения, не из-за нашего желания. То есть грех это что? Это когда мы сознательно делаем или может не сознательно, но делаем что-то противное Богу, но мы знаем, что это противно, мы знаем, что это грех действительно, проступок. А когда мы читаем неграмотно, это не не есть проступок, это чисто наша оплошность просто, невнимательность. Но надо стараться все равно переходить к тому, чтобы все ударения уже знать. Еще вопрос. Я как раз у меня смысл не был. Я псалты читал в переводе, в обитии. Кстати, перед Библией я смирял, и они все расходятся в тексте. Отец Ивановный говорит, нет, надо читать по церковно-славянски. Ну, вы же не поймете? Вот. А какой смысл читать по церковно-славянски? Зачем соблюдать вот это правило, которое не несет в себе никакого смысла? Ну, я сейчас несколько лет читаю по церковно-славянски, но я тарабанил и все. А смысл да. Ну, вот именно. Не доходит такая молитва до Бога, как нас всегда говорят. Доходит наше стремление. А оно душевное, да, какое-то состояние? Да. Люди, если молятся, даже если читают псалтирь или акафист, или молитвы до утренней, вечерней, Господь принимает их благое намерение, благое расположение. То есть, бывают люди, которые ничего не понимают, что они читают, но они плачут. То есть, они чувствуют, что здесь что-то покаянное, что-то, ну, частиц они все равно знают, о чем здесь. И они просто вот каются и молятся. Не важно, что там не все им понятно. Господь иногда принимает молитву именно таких людей, неграмотных, чем тех, кто такие ученые, люди, там какие-нибудь закончившие академию, они читают, все знают, о чем там, но у них сердце очерствевшее, каменное, и они такая угодно, не угодно Богу молитву. Так же, когда человек читает просто для того, чтобы просто прочесть. Допустим, вот надо вычитать, вот я вообще не люблю такое, вычитать правила перед причастием. Во-первых, не вычитать, а прочитать. И не прочитать, а помолиться. Да, прочитать правила, но это правило не ради правила, не ради того, чтобы вот ты три канона обязательно отторобанил, думая совершенно о чем-то другом, лишь бы только вот прочитать. То есть, зачем это Господь? Зачем наше вот это пустое стояние перед иконами и что-то там лепетание, когда мы ни сердце, ничего не прилагаем к этому. Господь сказал, что вот губами своими шевелят, а сердце далеко стоит от меня. Вот. Такая молитва не принимается, конечно. на основании что вы батюшка сказали, мне кажется, что существовал какой-то единый общий вот в Эдолонской вот башни. да, разделило все наречия. Какой-то общий был язык, которым говорили все нам? Вот, по-моему, это и был индоевропейский. Индоевропейский общий пра-язык. Он был для всех общий. Не знаю, почему он спустился именно вот туда, в Индию, но вот это как бы была середина. Вот где Вавилон, вот это была середина. Пускай это сейчас имеет немножко графические другие положения, но считается, что именно он был пра-языком, а потом, не знаю, каким образом, но Господь так устроил, как он создал всю Вселенную. Нам этого не понять, как он создал в одно мгновение. Может, это мгновение и длилось миллионы лет по-нашему, но сказано, что он и был свет, и стал свет. Был ли это взрыв или что, но образовывалось очень много галактик, так же и с языком. Взял Господь и наказал за то, что люди дерзнули так построить башню до неба, тем самым делая вызов Богу. Он разделил, как сказано в Библии, их языки, так что они больше не понимали друг друга. А уж как это произошло, неизвестно. То есть, он дал всем свои корни, свои иные совершенно системы языка. Есть романские языки, французские, итальянские, латинские, это группа романская. Есть германские языки, то есть, немецкие, голландские, английские. Есть китайские, там вот эти все совершенно иные, по-другому устроенные языки. оно считается, что индоевропейские, поскольку большинство корней во всех языках именно от него начинаются. И в индийском языке тоже много сейчас еще корней. И даже, знаете, в литовском, вот в литовском и в индийском очень много корней, ну, очень выдая изменен, но они все имеют связь со всеми словами и русского языка, и английского языка, какого угодно. Так что это очень-очень удивляет потом. Вавилонская башня, в моем понимании, это не было строительство материальным как мы представляем башню. Вот мы сейчас человечество сейчас тоже строим Вавилонскую башню в своих знаниях, стремится подняться до Бога подвеситься. Кирпичи и прочее это блоки знаний. Сейчас? Да, мы повторяем то же самое. Ну, я согласен, но нельзя оспаривать, что в Библии это было именно строительство. Но как и сейчас это строительство идет, но оно идет как бы незаметно. Там рассказали очень много в Библии. это как бы сказать не иносказание, это прообразы. Но это было. Это точно было. А сейчас это в другое... Сейчас это выливается в совершенно других масштабах, в совершенно других сферах, но конечно человек повторяет всегда свои ошибки. Он так или иначе идет против Бога, когда хочется ему создать здесь какой-то рай. Здесь какое-то совершенство, комфорт. Это попытка сделать рай, который в принципе нам предназначен на небе. Попытка сделать здесь все условия, чтобы жить припеваючи и счастлива. Но это заведомо ложный путь. Мы не должны искать здесь этого. Счастье зависит не от нас, я бы сказал. Счастье как Господь устроит, так и будет. Мы не имеем права сами себе это создавать. Творчество это другое. это мы потому что подобно Богу. Господь нас создал по своему образу и подобию. Он сам творец и мы тоже творцы. И мы не можем не быть творцами. Если мы перестанем быть творцами, чего-то делать, трудиться или там что-то созидать, заниматься писательством или сочинять музыку, чего угодно. Если мы не будем это делать, мы будем нарушать задумку о нас, Бога. Изначально мы предназначены для того, чтобы творить. Замысел, если этот замысел не исполняется, мы сразу становимся неполноценными. И от этого что-то теряем внутри, от этого мы становимся менее счастливыми. Счастливый человек это тоже цельный человек. и святой человек тоже цельный он что-то делает. Пускай он даже не строит дворцы, не строит чего-то, не создает. Он работает, работает над душой своей. Ну понятно. Ну я все равно здесь какие-то примеры вам говорил. жалко, что здесь видите нету доски, так можно было бы еще и написать вам, чтобы вы могли видеть перед собой эти слова. Я принял это пожелание. Все равно на следующих уроках мы будем больше заниматься уже алфавитом, сокращениями. Разве сцены не ну и попутно будем вспоминать какие-то слова. Вы сами спрашивайте, может быть, будете себе записывать, записывать какие-нибудь. Потом меня спрашивайте. Здесь, кстати, есть наверняка слова большой или я с собой принесу. И будем разбирать непонятные места, что все все равно не охватишь. Еще есть какие-то вопросы? Сразу же. Абия или есть еще слово та же. То есть это после. Поскольку оно, видимо, не похоже ни на какое русское слово, здесь такого нет. Это слово нужно искать в простых теркомсноярских словарях. Абия сразу же стало что-то. Тот час. Переводится тот час. И Абия возгриме там. И Абия глаз там возгриме там какой-нибудь с неба. Вот. Еще? То есть нужно перевод, чтобы это все слова принимать для молитвы, чтобы молитвы читать. Можно просто взять утреннюю молитву и разобрать как вариант. Можно. Для всех понятно. Да, это интересно. Можно каждый день забрать. Можно. Жалко, что для тех, кто стоит в храме, во-первых, плохо слышно то, что читают на клиросе. Часто это невнятное чтение. Не все хорошо читают у нас. Жалко, что у вас самих нету этих книг, чтобы следить. Потому что с тобой не будешь же таскать или там тоже не у каждого дома. Да ни у кого нету. А кто их? Или триоди. Тот, кто вот только возьмется и заинтересуется этим. Я вот тебе купил триодь, постную триодь. Это вот такая тостенная книга, по которой мы поем и читаем в течение всего поста. Там есть очень интересные тексты, очень такие красивые, поэтические. Вообще весь язык, все эти тексты, они очень поэтичны. Если их внимательно читать и знать о чем они. Они о покаянии, об очищении души, они напоминают какие-то прообразы из Библии в сочетании с наукой о спасении. Все это очень интересно. где? А, на клиросе? Вообще да, это хорошая идея. Это точно. Да уже за колонной ничего не понятно. Многих храмов есть микрофоны, но также непонятные и так же не вне. Еще даже больше заглушают микрофон. Бывает такое понятие звук. Да. У нас, кстати, была идея, и у нас даже люди специально смотрели, храм осматривали, где расположить колонки, чтобы люди действительно все слышали. то, что бывают такие дни, когда храм полностью забит, и в пределе ничего не слышно. Ни кофизм, ни даже пение. Да. А ведь это очень много. Это очень много. Все стихи, которые мы на вечерний поем. Вся вечерняя служба, она богата смыслом просто. Все, что там в этих книгах мы поем, читаем, она очень интересна. Ну что, все? Закончим? Да? Достойно есть окова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без длиния Бога славорожшую, сущую, Богородицу тебя величаем. Достойно Достойно Продолжение следует...